коршуны всем привет меня зовут евгений я живую работу санкт-петербурге сегодня в ролике мы поговорим о оскорблениях на ю тубе да о плохих словах о мать и почему люди употребляют это почему кого-то оскорбляют те почему вот решил снять этот ролик ребята смотрите я вот позапрошу позапрошу ролики ходила здесь у нас в питере на сельной рынок и там один хороший человек запретил мне снимать и я в конце комментирую говорю хач хач козел там я не знаю как его назвал собственно обозвал этого парня естественно не в лицо в лицо конечно побоялся ему это сказать но на камеру пожалуйста видите я смелый сказал хач и мне в комментариях написали женя ты типа оскорбил кое кого ты мне неприятно было слушать когда ты такие слова говоришь поэтому давайте разбираться что на самом деле я имел ввиду и вообще что имеют ввиду люди когда говорят такие слова допустим ну хач либо пидор да можно сказать о пидор да либо там на женщину особенно эти инспектора какая-нибудь на границе прицепилась к тебе вот там как я в финляндию ездил там сумку мою всю перерыл и потом выходит сказать ах ты сука думаю ну в общем вот почему мы говорим эти слова давайте не будем смотреть на них как на слово которое обозначает определенную скажем характеристику человека если мы возьмем пидор да ну пидор если вот ну так то сегодня это обозначает принадлежность и гомосексуальности да а по факту это ли мы имеем ввиду либо хач как я сказал да мы имеем ввиду если отдельно взять слово принадлежность какой-то растия ну а если посмотреть в концепции да вот если посмотреть скажем в общем в общем таком да смысл смысле да что я имел ввиду как всегда корж на привожу пример нас на себя любимым да чтобы было понятно итак я на сеном рынке питере да вы кстати немного пишите женька 7 про сеной рынок сними про опрашку какие там цены покажи людям да господи ребята я тарат я там без проблем не тут ехать 20 минут до этого рынка только ты что ты приходишь начинаешь рассказывать кто-то реагирует спокойно а кто-то абсолютно со стороны маркиз маркиз муху видел ребят он не помешает значит а кто-то со стороны просто подходит и начинает типа а какого хрена ты здесь снимаешь а что ты здесь делаешь а ну пошел а ну удали видео ребята вы знаете те моменты спорить с ними бесполезно то есть он либо разобьет тебе камеру если начнешь с ним выяснять отношения да ты кто а ты что покажи мне тут документы пошел ты нафиг и это свою страну там команду да либо просто промолчишь как бы да 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 тихонько уйдешь а и когда они мне говорят удали видео я удаляю и у них не хватает скажем так не мозгов что еще видео сохраняется в корзине я потом его восстанавливаю и вместе с тем ребят я выбираю первый пункт да сказать окей окей хорошо давай я уйду отсюда чтобы не ругаться но это мой выбор ребята обзывая этого человека о чем в тот момент я имел скажем подоплеку расовой принадлежности нет я имел ввиду что противный мужик который не дал мне сделать что-то вот что я имел ввиду допустим у меня живут квартиранты маркиз я тебя сейчас убью никому не нужен вредный котик никому а маркиз иди побеги квартиранты допустим я живу да во второй комнате они корж не помню то есть узбекистан то есть таджикистана в общем с юга откуда-то да я же ни разу не сказал что хачи у меня снимают нет конечно я к ним отношусь с уважением да потому что ну как бы они живут хорошо проблем у меня их не из-за них у меня нет слава богу так что люди порядочные конечно где я к ним отношусь с уважением так так что ребята вот это слово хач который я употребил я не имел ввиду принадлежность какой-то расе я в первую очередь хотел показать плохого охарактеризовать плохого человека ребята подождите все невозможно невозможно подождите все он не даст мне снимать все он поймал какой-то бзик ему надо поноситься а у меня стойка сейчас рука и телефон разобьется ладно ребят возвращаемся к этому да то есть я в первую очередь имел ввиду вот гниду такую которая мне помешала хорошо давайте ой давайте такой пример вам приведу значит чем но это многих оскорбляет да то есть вот как будто хач либо негр да я употреблял слово многие обижаются почему ребята почему вы обижаетесь на эти слова как вы думаете давайте вот пример на себя на себе приведу да допустим чем меня можно зацепить вот меня оказалось человек чем вы меня можете зацепить а я вам коршин сейчас расскажу смотрите я деревенский парень жил в белорусской деревне ребята я доил коров чистил свиней короче я все это делал вот эти руки все это делали однако переехав в санкт-петербург конечно я тут уже скажем не то что скрываю но умалчиваю вот вот эти моменты моей жизни то есть здесь не принято показывать что ты деревня что ты из деревни да не принято здесь надо вот как-то покажешь ты городской поел майонеза с питерского да с городским с городским батоном булкой да и вот показываешь себя вот такой ты типа типа тут вот такой крутой а по факту что ну деревне ребят деревне белорусской приехал у питер ну что хорошо и конечно если кто-то бы мне сказал вот так знаете прилюдно особенно либо на камеру как-то характеризовал меня деревне либо колхозник вот колхозник вот колхозник приехал на youtube вышел это у меня зацепило ребята однозначно может быть где-то я и показал бы и вместе с тем мне было неприятно я понял что имеет ввиду меня почему его а почему потому что ну не то чем можно гордиться вот существует стереотип что если ты колхозник то что-то какого-то недалекие что-то неграмотные что-то бестолковые бесперспективные но есть такое да соответственно я это скрываю однако если это где-то вылазит и меня как-то пытаются этим словом характеризовать меня это зацепит то же самое и у вас вы где-то этого стесняетесь где-то в обществе существует стереотип вот этого хач вот этот негр еще что-то да вот этот пидор соответственно за счет этого вам обидно вас это скажем вас вас показать это какую-то часть которую вы бы хотели от общества скрыть понимаете да причем знаете вот так интересно я могу смело вот так заявлять что я из деревни что колхозник да ну колхозник относительно но вместе с тем даже вот видите даже сказать ну принять мне сложно эти слова на камеру на камеру я могу смело так сказать вот я перед вами вообще открытый и как-то нелегко спокойно однако вот почему-то на работе там где-то в коллективе либо в какой-то компании мне сложно вот так сказать что я из деревни что я там чистил свиней не могу я не могу все-таки знаете здесь вот ключевой момент одно дело в обществе оголиться вот так да показать свою сущность истину да показать какие-то показать себя с другой стороны и скорее всего увидеть в глазах у людей какую-то непонимание типа какой-то странный я не буду с ним общаться вот почему-то я жду такой реакции если где-то в компании скажу что я деревне а другим на камеру на камеру вот как бы здесь как будто есть какое-то уединение что люди которые узнают во мне себя они не постесняются либо просто досмотреть видео до конца либо в комментариях написать то есть да то есть вот на камеру почему-то не страшно а в обществе сказать что я из деревни вот я не могу ребята вот честно такой затык у меня существует так и у вас тоже самое ребята у каждого из нас есть какая-то темная сторона ну темная серая называйте ее как хотите которую бы нам не очень хотелось показать людям да то есть которая нас характеризует ну не самой лучшей стороны и когда вот это вот где-то вылазит мы на это обижаемся понимаете да ну еще ключевой момент ребята вот эти вот опять же взять там хач либо что там еще колхозник да это люди которые притеснялись постоянно то есть нам деревенским по сути паспорта только сто лет ну не сто лет когда-то крепостное право отменили начали выдавать да мы вообще без паспорта жили у меня прабабушка не умела читать элементарно она когда ездила в город набрала мою бабушку потому что бабушка умела читать а про бабушку не умела то есть понимаете вот как бы то есть ну мы понимаем что городские люди они современнее они у них жизнь лучше поэтому конечно хочется стремиться в эту сторону да а вот эту как-то замять не показывать вот так вот так ребятки так следующее но здесь разъяснил понятно да то есть я не хотел никого как-то обидеть как-то оскорбить лично вас вот вашей я как всем отношусь с уважением если у меня наверное были в голове какие-то затыки касательно расовой принадлежности людей я бы наверное не сдавал бы комнату людям с Узбекистана да пусть бы я чуть пониже сделал цену нашел бы русских но до этого я сдавал семье с Узбекистана там жил муж жил муж в общем семья с сыном жили да были вот замечательные люди я понял что вот с этими людьми можно нет дела и поэтому дальше стараюсь с ними взаимодействовать то есть никаких расовых у меня каких-то загонов ничего нет опять же на консультацию вы ко мне приходите из Америки из Украины могу общаться и откуда угодно вообще то есть я в этом плане я не собираюсь себе как-то навязывать какие-то стереотипы потому что это в первую очередь невыгодно для меня лично понимаете если я не буду общаться с украинцами я не буду знать что на самом деле у них происходит потому что они там живут они мне расскажут правду понимаете ну пусть относительно даже да если я не буду общаться с американцами да американцы достаточно богатые успешные люди в том плане что у них много денег они не будут приходить ко мне на консультацию а за консультацию я могу у них попросить выше денег больше то есть я не буду зарабатывать поэтому никаких вот таких вот у меня мультиков в голове касательно если ты там не знаю откуда-то я с тобой дружить не буду ребят нет со всеми дружу со всеми общаюсь нормально еще раз не хотел никого оскорбить ну объяснил почему да слово то употребил хач ой господи причем знаете вот я же сказал это я даже не думал что это кого-то может зацепить однако ну вот так получилось хорошо ребята мат давайте вторая часть вторая часть нашего ролика мат почему сколько лет ребята 10 минут было более давайте про мат еще поговорим немножко да почему мы ругаемся матом и даже я в роликах своим могу сказать какие-то матные слова ребят смотрите вообще вот живя в большом городе в частности в Питере здесь ругаться не принято имейте ввиду что если вы переезжаете и где-то у вас есть вот это то что вы там постоянно там вставляете вля-вля-вля-вля через слово да от этого нужно избавляться здесь ругаться не принято это как раз показатель вот этого колхоза от которого я хочу избавиться поэтому для себя решил что нет никаких матных слов и вместе с тем когда вы что-то хотите подчеркнуть как-то преподнести более ярко вот показать эту вишенку на торте вы можете вставить матное слово но это должно быть исключение из правил то есть совсем не ругаться тоже как бы то есть это тоже как бы ну как вам сказать то есть ругнуться можно но это должно быть исключение это не должна быть система понимаете да но опять же где-то не в обществе то есть опять вот ну некрасиво когда ты допустим где-то в городе идешь и пусть даже краем уха от незнакомого человека слышишь мат это 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 режет режет сразу ухо это сразу неприятно я никогда никому не делал замечания и вместе с тем смотрю уже на человека как скажем не из лучшей стороны его оценил вот так чтобы как-то не цепить не цеплять на кого-то поэтому ребята если ругайтесь избавляетесь но не совсем уже будьте таким правильным человеком то есть общение даже вот в городе да это не то что вы начитаете каких-то умных книжек вставляете умные фразы постоянно совершенствуете свою речь не это неправильно да речь должна быть простой легкой всем понятной то есть вас должен понимать десятилетний мальчик да или девочка то есть ребенок и вместе с тем она не должна быть вот такой скажем вот она не должна быть противной да не должна резать ухи поэтому от мата старайтесь избавляться то есть это ну для людей характеризует вас как ну не самые лучшие страны поэтому вот так если видите что кто-то из вас знакомых вот даже обратите на внимание да если видите кто-то из ваших знакомых ругается очень матом приятно ну честно вот ребята не очень поэтому старайтесь избавляться по возможности хотя бы да вот вот такие коршуны мои дела а почему ругаются матом ну потому что тут либо показать очень что-то ярко либо речь примитивная одно из двух да вот так ребята вот так ну касательно вот моего хача слова моего хача да конечно не хотел я никого оскорбить кто мне написал комментарий я извинился он сказал что как бы извини не хотел не хотел оно как-то знаете вырвалось я даже не думал что может кого-то зацепить какие еще у нас есть слова такие интересные да что мы можем сказать что можно сказать ну про женщин всегда говорят сука обычно вот как бы вот когда попадется какой-то инспектор такой противный да который вот ты приходишь на границу она вроде бы ничего такого противозаконного не дели не скажем не делает она просто встала не стоит найти она просто перебрала все твои вещи перелилась в твою сумку и задала миллион вопросов напугала тебя думаешь пройдешь не пройдешь эту границу сегодня то есть как вот такая противная тетка попалась конечно выходит на себе ну как бы скажем пусть не очень скажем никак смог но не вместе с тем вот гость бы отомстил охарактеризовал ее скажем не с хорошей стороны почему вот мы скажем почему мы так делаем ну потому что обидно вот чувствуется вот несправедливость ну и хочется вот хоть хоть как-то но вот подколоть человека на тебе характеристику не самую лучшую пожалуйста вот так вот так что вам сказать ребята у нас в Питере опять жара я в Питере снимаю на балконе там эти цветочки маркиза выгнула не знаю может подожди маркиз все я заканчиваю заходи хулиган вот такие ребятки такие дела что еще вам сказать так вам задание боевое у меня должен на днях приехать брат числа 15 точно не помню вам скажу в следующих роликах у меня к вам просьба купите 350 400 грамм вишни я купил вишню повыдавлю у меня в морозилке не пойду вам показывать короче я купил вишню будете с вами готовить торт пока вишня дешевая сейчас сезон купите вишни повыдавляйте косточки заморозьте ребята вам задание будем с вами скоро вместе готовить торт с вишней тортик бозди 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 ребят он такой вкусный я вообще обожаю вишню но она немножко кислить ребят я уже не могу я уже не могу я этот торт готов давно поэтому с вами вместе будем готовить торт именно торт не пирог с вишней очень вкусно поэтому купите 350 400 грамм вишни пока она дешевая следующий коршунный момент вам задание ой господи что же я вам сейчас а ребята я веду свой телеграмм так что подключайтесь туда группа называется коршун из санкт-петербурга давайте еще там дружить с вами потом еще новость деньги с ютуба не пришли написал опять в гугл ребята они не отвечают они забили на все может из-за того что гугл сократил здесь штат в россии да и из-за этого как бы они дольше отвечают короче ребята не знаю 250 долларов куда-то куда-то исчезли причем они даже в гугле не числятся они они посмотрите они висели в гугле 250 баксов потом то стал ноль и вот я даже смотрю историю транзакций нету денег нету даже в истории транзакций только ощущение что кто-то взял снял себе не знаю и обнулил может заморозили кто на канале первый раз ребята мне за и июль и июнь до сих пор деньги пришли за монетизацию 250 баксов представляете троши конечно ребята на ипотеку я бы на 250 долларов стало ближе чтобы закрыть ее вот так коршуны что еще какие-то еще новости ребятки хотел сказать так ну что про ипотеку рассказал про гугл рассказал про телеграм сказал что надо включать сама группа коршуны санкт-петербурга но и следующий ребятки ролик у нас с вами вы знаете про что про деньги я отчитаюсь сколько я заработал в июле вот посмотрим с вами хорошо в следующий ролик я еще сам не подводил доходы расходы и посмотрю и вам уже сниму на следующий ролик будет про доходы расходы вот так ребятки ладненько все пошел я загружать видео люблю вас обнимаю целую а вот коршун вспомнил если у кого-то есть желание со мной лично пообщаться пишите мне под видео есть контакты ватсап telegram хорошо если вот прям хочется чтобы я вас поддержал как-то хочется на какие-то вопросы получите ответы приходите я вам помогу хорошо консультация стоит копейки ребята в копейки вот так найдете дешевле как говорится дальше намеряем разницу ладненько ребят так что все жду вас у себя в телеграме все пока-пока ребята пока любимые пока а